Жаркие дебаты, разгорающиеся на заседаниях Думы Артемовского городского округа, а также в ходе профильных комиссий, сегодня находят отклик, наверное, в сердце каждого жителя нашего района. Некоторыми депутатами народ гордится, их цитируют, на них возлагают большие надежды. Ведь кто, если не они, заступится перед чиновниками администрации за простой лед? Жаль только, что не все думцы при нынешнем главе настроены на активную позицию по достижению установок президента Российской Федерации и губернатора Свердловской области, нацеленных на улучшение качества жизни людей. Так, своей точкой зрения о работе Думы, о том, кто из народных избранников еще не утратил авторитета у населения, а кто, увы, абсолютно бесполезен, поделился общественник Валерий Абнагимов, в свою очередь являющийся частым гостем домских заседаний. Я немножко буквально заострю внимание на работе депутатского корпуса, потому что когда стал вопрос об оценке деятельности главы за 2018 год, разделилось мнение депутатского корпуса ровно пополам. Меня заинтересовало, почему и отчего часть депутатов оттолкнулась от избранного имени главы Артемовского городского округа. Что явилось решением таким? И потом уже все осмыслив, я частенько бываю на заседании в Думе, наблюдаю за происходящими событиями и так для себя маленечко конфликтирую, кто из депутатов и как себя ведет на заседании в Думе. В конце года я это обязательно озвучу, ну чтобы у них не создавалось мнение такого, что они как бы безнаказанно и безнадзорно приходят и работают на благо или не во благо своих избирателей. Что послужило конфликтом? Конфликтом послужило следующее. Неудачный выбор главы нашего округа. Это первые два слова, которые приходят мне на ум, чтобы оценить его деятельность. Второй момент. Господин Заматюрнов стал финансовым обременением для нашего города. Потому что те деньги, которые он запрашивает за свою работу, никак не уравновешиваются. Работы делаются на 100 рублей, запросы на тысячу. Когда депутатский корпус начал предъявлять претензии некачественные работы главы, глава реагировал самобытно. Почему самобытно? В том плане, что выставлять на показ он стал то, что, в общем-то, им и не произведено. Он помянул о том, что сколько денег выделено было на строительство дорог, на ремонт тротуаров, на обслуживание маршрута основного. И все это, первое, я хочу сказать, к нему никакого отношения не имеют. Деньги выделяло правительство Российской Федерации. Оно отдавало по регионам, а регионы уже распределяли по тем объектам, которые считали наиглынейшими. Что я еще хочу сказать? У меня на руках частенько документы появляются, которые освещают деятельность главы не самой лучшей стороны. Но сейчас не то время, когда мне и все напоминать, я когда нужно буду, это озвучу. Я остановлюсь на самом малом. Подавали обращение в Министерство энергетики с запросом, почему не выделены деньги на реконструкцию и ремонт дворовых площадок. Результат превзошел все ожидания. Отвечал не какой-то там Петя Мокин с водокачки, а целый замминистра. И в своем ответе он объявил буквально следующее. Цитирую недословно, но суть. Наша администрация, чиновники этой администрации, мне предоставили своевременно документы на эти виды работы. Тем самым, лишив нас и наших детей, наших внуков, хорошо и плодотворно отдыхать. Я сейчас вкратце скажу вам несколько слов о том, как работает депутат. Начну с самого края. Я сажусь сюда в левом краю, а зрительного зала, если нас допускают туда, я начну справа налево. Сидят там три депутата. Это те, которые задают тон на Думе. Это имеется в виду Малых, Карелин и Тулбатулин. Они, не скрывая свое мнение, не играя в какие-то там игры, прямо и четко объясняют свое или недовольство, или довольство той или иной ситуации. Дальше я пропускаю, потому что там уже надежных почти нет. Некоторое время я полагался на Пестовского и Соловьева, но после знаковых событий ситуация несколько поменялась. Эти господа потихонечку уходят под крыло, под влияние, вернее, господина Кемченкова, который разворачивает всю эту политику в администрации. Перебросится на тот край стола. Так, там Арсенов. Тот четко обозначивает своих позиций, не перебывается, говорит то, что думает. Пусть иногда мы говорим, может быть не так грамотно, как хотелось бы, но, тем не менее, он вызывает уважение как депутат. Я несколько слов буквально скажу о Геннадии Виноградове. Ну, правильно, он носит некоторый дискомфорт в кабинете у Кемченкова и Смочерного своими заявлениями, но я неоднократно был в Красногвардейске, общался с людьми. И по телефону, называют иногда Красногвардейске, и мнение это населения этого поселка, о Виноградове, как депутате, очень качественное и доброе. Дальше я пропускаю двух явных сторонников главы, это госпожа Петрова и Юсупа, остановлюсь на молодом депутате Шабанове. Чем он здесь симпатичен? Это тем, что он еще пока не умеет работать. Это видно, но он, когда задает вопрос, он даже еще не разучился краснеть. Этот человек будущий, он, если что-то не случится, непредвиденное, он далеко пойдет, парнишка. Ему нужна поддержка, поддержка и поддержка. Одно слово о Катерине, я ее уважаю, Катлова, вынужден сказать следующее. Она не ушла все еще от коммунистических догм. Возврат, да ей, конечно, бы хотелось получить обратно. Ну, это уже, мы понимаем, что это нереально. Но, тем не менее, она может задать тональность выступления на Думе. Два человека из руководителей организации, это в лице Вяткина и Кучина. Я сказать ничего конкретного не могу. Почему? Потому что во времена моего присутствия Вяткин выступал всего два раза, ну, мысли такие глубокие, как Марианская впадина. Вот, и, а Кучин, ну, у него образование чуть-чуть похуже, у него родители все-таки не школьные, учителя. Вот, ну, тот хорошо научился говорить, а я не обязан. И это делает его значимый. Он сразу как бы поднимается, расправляет плечи. Приятно посмотреть на такого депутата. По мнению общественника, депутатский корпус сегодня это те, кто способны сворачивать горы на благо людей, некогда отдавших за них свои голоса, и абсолютно безликих, называющих себя депутатами, кто, по сути, является всего лишь инструментом для голосования за интересы главы и администрации. Депутатская работа лежит на пяти-шести депутатах. Возникает вопрос, а для чего ходят на заседание Думы другие депутаты? Пообщаться? Да, устроить где-нибудь утренник или вечером. Соберитесь. Но приходить на заседание Думы и ничего не решать, а в кабинетах Тимченкова или Самочерного решать узкокорыстные вопросы, это ж не заседание Думы, ни о каком. Интересы избирателей в ваших времяпровождениях на заседаниях Думы я не вижу. Депутатский корпус этого созыва должен не забывать, что он избирался не для того, чтобы сидеть на заседаниях Думы и ловить галок, а для того, чтобы решать и отстаивать интересы своих избирателей. Ведь выставляя свою кандидатуру, они явно призывали население голосовать за них в обмен на те вопросы, которые они поставят население перед ними, они обязательно решат. Валерий Абнагимов также высказал непонимание к депутатам, которые идут на поводу у прожорливого главы. Мне бы хотелось остановиться на денежном содержании нашего многоуважаемого гражданина Самочерного. За небольшой промежуток времени, три года, скоро год, он уже неоднократно повышал себе содержание. Обращаясь постоянно в Думу с предложениями повысить его содержание. Но содержание надо повышать, по-моему, только при видимых результатах работы на пользу округа и его населения. А поскольку этого нет, надо не только увеличивать, а наполовину сокращать, чтобы неповадно было. Пенсионер на уровне 10 тысяч, на уровне 10-14 тысяч, заработная плата работника сферы любой, там обслуживания, торговли 20, да, и не более. Но ведь кроме того, нам нужно что-то покушать, нужно содержать детей, оплачивать садик, посещение садика, обучение, если дети учатся в высших учебных заведениях. А господину гражданину Самочерного 200 с лишним тысяч. И это вызывает не только тревогу, не только раздражение, но и непонятный умысел. Господина гражданина Самочерного, он что, считает, что он делает какую-то специальную работу, с которой никто не справится, нет. Он делает рядовую работу главы округа. Ничего сверхъестественного в его работе я не вижу. А если бы он относился к своим обязанностям более добросовестно, округ бы мог и процветать. А в настоящее время он является финансовым обременением. Хотите вы этого или нет, но это есть на самом деле так. Напомнил Валерий Сергеевич и недавние события, связанные с неудовлетворительной оценкой работы главы, поставленную депутатами от народа, тем шумом, который привлёк внимание чиновников высшего ранга. Меня заинтересовал приезд Бедонько. Вот как вы хотите, можете считать моё мнение не самым лучшим, но Бедонько мне понравился. Чем? Он гораздо тактичнее и грамотнее развёл ситуацию в Думе с нашими депутатами, чем клевет. И он начал не с того, что начал кого-то обижать, кого-то щипать, кого-то... Ну, то есть палочной дисциплины не было. Он сказал, я понимаю причину ваших раздоров и пообещал. Кое-какие вопросы, которые на заседании на этом памятном поднимали депутаты, он говорит, я порешаю. Но порешаю только тогда, когда у меня на столе будет полный развернутый объём проектов, ваших требований, предложений и в конце концов софинансирование ваше же. Потому что для вас область будет стараться, но в полном объёме. Она не сможет провернуть этот объём работ. Разделим на два года. Да. Самое главное, конечно, это не как с дворовыми площадками. Ситуация-то повторилась один в один. Вместо того, чтобы убедить вице-губернатора от необходимости строительства дороги, тротуара, да, и что-то ещё дополнительное. Качество воды. Почёлки, пожалуйста, говорите. 14-я школа. Почёлок Болнар, затопление. Для этого нужны решения, грамотные решения. А как мы грамотно решаем, мы видим на сквере Победы. Реконструкция сквера Победы и суперакция от администрации по распродаже дорожных плит и стройматериалов от разбора долгостроя поликлиники стали отдельными темами размышления общественника, которые телерадиокомпания «Альтекс.Медиа» представит зрителям в ближайшее время.